Музыка Сколько армавирцев не платят налоги, но спят спокойно и почему они рискуют остаться без отпуска, расскажет Юлия Чернышева. Новый год не за горами. Сколько готовы потратить на праздничный стол жителей, узнавала Ирина Чупина. Пироклассницу госпитализировали после ДТП на скользкой дороге в Кирпичном микрорайоне. Померились эрудицией и смекалкой. Школьники и студенты приняли участие в чемпионате по что, где, когда. Роман Габарец продолжит тему. Проведение новогодних праздников и строительство учебных объектов, эти и другие вопросы рассмотрел глава армавира Андрей Харченко с сотрудниками администрации, с представителями коммунальных служб на очередном планерном совещании. Традиционно прошло оно в мэрии. В конце декабря для армавирских школьников начнут устраивать утренники. Пройдут они не только в учебных заведениях, но и, например, в Градском дворце культуры или драмтеатре. Чтобы ни в коей мере не омрачить праздничного настроения, за безопасностью проведения мероприятий будут следить полицейские. Сергей Васильевич подписал, вам все это передали, соответственно, у вас это находится для исполнения, проверяют и собаки, если нужно, для того, чтобы там ничего не занесли. Ну, соответственно, проверяют и пожарный надзор, чтобы были пожарные мероприятия все соблюдены, ну и, соответственно, чтобы у нас там не было никаких эксцессов. На планерном совещании зашла речь о строительстве дополнительного учебного корпуса в школе номер 25, которая находится в Старой Станице. В настоящее время подрядчики уже ведут работы на объекте и окончание строительства намечено на середину следующего года. Кроме того, к началу нового учебного года планируется обновить и основной корпус школы. Тоже давал поручение, чтобы мы по старой 25-й школе подготовили письмо, сколько нам нужно дополнительно средств, чтобы с 1 июня до 15 августа отремонтировать 100% старую школу, сделать ее лучше, чем новую. Соответственно, сегодня нужно в ЗСК попросить средства на этот ремонт. Также на встрече обсудили работу администрации Старостаничного округа и подготовку муниципалитета к новогодним праздникам. Также рассмотрели ряд внутренних вопросов. Марина Бартенева, Дмитрий Живетев, Александр Жирелеев, служба новостей Армавира. Четверть армавирских налогоплательщиков до сих пор остаются в должниках перед государством. Срок уплаты имущественных налогов истек еще 1 декабря, но ажиотажа посетителей в офисе ФНС номер 13 не видно. Его специалисты до последнего верят в совесть платежеспособных граждан. В налоговой в ожидании таковых даже увеличили рабочий день – вторник и четверг до 20.00. А каждую вторую и четвертую субботу месяца с 10 до 3 часов дня. В настоящий момент у нас готовится рассылка требований на уплату налогов, которые не были своевременно уплачены налогоплательщикам. После этой рассылки в требованиях будет предложено погасить имеющуюся недоимку. Будут указаны суммы, приложены квитанции. После того, когда налогоплательщик после получения требования не произведет оплату, будет подготавливаться пакет документов для передачи на принудительное взыскание в суд. Межрайонная инспекция ФНС номер 13 напоминает, что неуплата имущественных налогов в установленный срок влечет за собой штрафы, недоимку и определенные меры взыскания. Так, армаверцы, активно игнорирующие налог на землю и транспорт, рискуют встретить не Новый год, а судебных приставов на пороге своего дома. Малоприятной будет и пень, а к тому же рьяные должники могут готовиться к испорченному отпуску. Выезд за границу им будет закрыт. Увидительная просьба к физическим лицам, которые по каким-либо причинам не оплатили своевременно имущественные налоги до 1 декабря, им необходимо незамедлительно произвести оплату налога на имущество транспортного и земельного налога за 2016 год. Юлия Чернышева, Александр Жирелеев, служба новостей Армавира. Близится Новый год, а значит пора задуматься об оформлении праздничного стола. Многие хозяйки уже сейчас решают, какими блюдами удивить гостей в главную ночь года. Какую сумму планируют потратить на это Армавирцы и смогут ли они позволить себе все, что хочется, или цены на продукты больно бьют по кошельку? Ответы на эти вопросы съемочная группа «Твоих новостей» получила, выйдя на улицы города. Скажите, сколько вы готовы потратить на новогодний стол? Да сколько есть. А вот отмечаете ли вы повышение цен на продукты? Да нет пока так серьезного. Может дальше будет повышение. Ой, у меня пенсия 8 тысяч, сколько можно потратить? А вот как вы считаете, продукты подорожали в последнее время? Конечно, и очень намного. А что конкретно подорожало? И яйца, и масло, и колбаса, и мясо, и картошка, все то, что мы едим. Пока муж работает, мы еще как-то пробьемся. Детям, конечно, уже тяжелее. Помогаем с пенсией. Вот собаки, ну, наверное, этак, тысячи две, я думаю. В наш гост тысячи две хватит. Рыбки, миска, там все то, все пятое-десятое. Ага. Продукты подорожали в последнее время, вот конкретно в этом году? Конечно, немножко подорожали. А что сделаешь? А сыры прямо-таки подорожали. Вот хочется сыра, а они дорогие. Ну, давай, полкилограммчика, а куплю. Ой, я не знаю, я собираюсь к сыновьям в Москву уехать. Как считаете, продукты подорожали? Не знаю. У нас муж покупает. Еще не планировал какие-то траты? Ну, не знаю. В районе, может быть, там, пяти, шести тысяч, может быть. Может быть, больше. Дороже ли в этом году, сложнее, или стало покупать продукты? По сравнению с каким годом? С прошлым. С прошлым? Да нет, не сказал бы. По сравнению с прошлым, то же самое, абсолютно. Ну, то есть, в принципе, все, что хотите, можете себе позволить на новогодний стол? Ну, как бы, да. Считаю, что да, достаточно. Не знаю, пока еще не думала об этом. Ну, а приблизительно, если вот прикинуть, продукты подорожали в этом году? В сравнении с прошлым годом, конечно, подорожали. А что вот конкретно подорожало? Может быть, что-то не можете позволить? Все подорожало. Ну, сколько получится, как получится, как могу сказать. А что вы можете сказать о ценах? О них отмыслились или как вообще? Пока нормально. К Новому году я не знаю, как будет, но сейчас нормально. Терпимо можно купить и даже Новый год встречать. Так что, пока не жаловимся. Все нормально. Ой, не знаю, к детям иду в гости на Новый год, так что не знаю, сколько. Сейчас такие цены бешеные, что и не знаю, не могу даже предположить. Каждый год, только к Новому году за месяц, за два уже цены поднимаются вверх. Ну, я думаю, 10 тысяч рублей. А подорожали ли продукты? Ну, я пока этим вопросом не занималась, не могу ответить. Ну, я думаю, что нет. Я думаю. Я еще не занималась этим вопросом. Ну, то есть, все можете себе позволить в плане питания, нет каких-то проблем. Ну, в настоящий момент я человек работающий, поэтому могу. В Армавире школьница пострадала в ДТП. Девочка получила травму головы после того, как в автомобиль, в котором она находилась, вместе с близкими врезалась иномарка. Авария произошла около 4 часов дня, 8 декабря, в микрорайоне Кирпичный. Водитель автомобиля Ауди нарушил правила дорожного движения. Столкновение с Ладой Гранта не удалось избежать. Ее несовершеннолетняя пассажирка была госпитализирована. Около полуночи 8 декабря на улице Володарского загорелся автомобиль Ниссан Жук. Погибших и пострадавших нет. Специалисты опровергли версию возможного поджога, как это было годом ранее в Армавире. Тогда полыхали машины в разных районах города. На сей раз причина пожара – короткое замыкание электропроводки. А вот жители Успенского района в ближайшее время предстоит ездить разве что в автозаке. 37-летнему мужчине грозит до трех лет тюрьмы за наркотики. Более 40 граммов марихуаны, а также сверток с табаком, пропитанным гашишным маслом, он хранил в сарае возле своего дома. Об этом правоохранителям стало известно по наводке анонимного источника. Юлия Чернышова, Александр Жирелеев, служба новостей Армавира. Не чихайте на болезнь. При малейших признаках гриппа или уэрви необходимо сразу же обращаться за помощью к врачу, а не заниматься самолечением, подчеркивают медики. Особое опасение вызывает, когда температура тела долгое время держится выше отметки в 39 градусов. В какие бы рамки вируса и болезни не загоняли людей, всегда есть выход – вакцинация. Благодаря этому армавирцы оказались готовы к эпидсезону. Несмотря на располагающих заболеваниям пор, в городе нет вспышки гриппа. Ни одного случая не зафиксировано в местных поликлиниках за последний месяц. А вот острые респиратурно-вирусные инфекции наши люди привыкли переносить на ногах и на прием к врачу попадают, если болезнь дала осложнение. Была активно проведена иммунизация против гриппа. И поэтому по сравнению с предыдущим годом процент обращения граждан по случаю респираторно-вирусных инфекций значительно ниже. По респираторно-вирусным инфекциям на сегодняшний день преобладает, конечно, в форме острого рима Паренгейта. Что необходимо знать гражданам? При первых же признаках нужно сразу обращаться к врачу, потому что на ранних стадиях это позволяет сделать количество дней по заболеванию сократить и, соответственно, не развиться осложнением. Вторая волна гриппа и ОРВИ на подходе. Традиционно пик заболеваемости приходится на конец декабря-начало февраля. Поэтому стоит быть на чеку и запасаться не лекарствами, а терпением в очереди к врачу. Юлия Чернышова, Александр Жирелеев, Служба новостей, Армавира. В Новокубанский аграрно-политехнический техникум приехали команды большинства школ муниципального образования. В интеллектуальной игре приняли участие старшеклассники и студенты. Собравшихся поприветствовали члены жюри, организаторы мероприятия, в составе которого представители отдела по молодежной политике, управления образования и администрации техникума. От лица директора образовательного учреждения Возгена Хачатуровича Григоряна наилучшие пожелания юным знатокам передал его заместитель по учебно-воспитательной работе Армаиз Маркозов. Пусть победит умнейший эти слова ознаменовали старт соревнования, за которым последовало три раунда с разнообразными вопросами. Многие не верят в ее существование, однако Кант считал, что с нее начинается любое человеческое знание. А еще говорят, что она подводит только тех, у кого она есть. На обдумывание каждого вопроса ребятам давалась ровно одна минута. Ответ подчас требовал не просто эрудиции, а смекалки и логического мышления. Приятно отметить, что все школы Новокубанского района собираются именно у нас. В этом году будет интересно, кто же заберет заветный кубок и звание «Самый умный». По словам жюри, несмотря на то, что далеко не все команды смогли справиться с заданиями, и порой школьники даже давали комичные ответы, в целом уровень подготовки молодежи можно считать хорошим. Нешуточная борьба разгорелась за третье место. Председатель жюри трижды зачитывал новые дополнительные вопросы для претендентов на бронзовый кубок чемпионата. Автором этих слов, известных сейчас многим, является император Васпсиан, который известен тем, что ввел налог на общественные туалеты. Теперь, внимание, правильный ответ – деньги не пахнут! Организаторы достойно соблюли все традиции что, где, когда. Участники с азартом отгадывали содержимое черного ящика и с большим удовольствием во время чайной паузы пробовали сладкие пирожки, выпеченные, между прочим, студентами-поварами техникума. Организация игры находится на достойном уровне. Вопросы очень интересные, доступные. Ребята отвечают с большим интересом. И спасибо большое администрации техникума за теплый прием. Хотелось бы сказать большое спасибо нашим организаторам за столь теплый прием, за такое хорошее мероприятие. Вопросы, в принципе, не сложные. Соперники все достойны. Мы надеемся, что мы победим. Интеллектуальная схватка длилась порядка двух часов и получилась невероятно захватывающей. Что, где, когда позволяет развивать интеллектуальные и творческие способности, формировать командный дух. Поэтому интерес к этой игре в молодежной среде, безусловно, необходимо подогревать подобными масштабными встречами. Новокубанский гранополитехнический техникум является единственным среднепрофессиональным учебным учреждением в Новокубанском районе. Именно поэтому администрации техникума было принято решение организовать на базе нашего учреждения интеллектуальный клуб по игре «Что, где, когда». Мы уже второй раз собираем в нашем здании все школы Новокубанского района с целью развития и популяризации «Что, где, когда» среди нашей молодежи. В результате упорной борьбы определились призеры открытого чемпионата. Серебро получила сборная второй гимназии, команда «Дружба народов», третье место, а также кубок победителя в руках команд представителей четвертой школы. Я представляю команду Р2Д2 школы номер 4 города Новокубанска и сегодня мы победители. Благодаря командной работе и нашему преподавателю и наставнику Равилову Денису Николаевичу. Главное это сейчас учеба, главное не забивать на это и идти вперед и добиваться своих целей. Несмотря на результат, все знатоки получили удовольствие от игры, живого общения и обогатились новыми знаниями. Ребята искренне благодарили организаторов за интересное мероприятие. Роман Габарец из Новокубанска, служба новостей Армавира. Армавирские самбисты и дзюдоисты показали хорошие результаты на выездных соревнованиях. Так, на турнире в Брянске дзюдоист Алан Тидеев завоевал бронзовую медаль, а на соревнованиях по самбо, которые прошли в Майкопе, армавирцы взяли пять медалей. Рамазан Агурлов получил бронзу весовой категории до 48 килограммов. Харун Тлишев стал первым в весе до 52 килограммов. Серебро у Марджона Хадибоева. Еще две бронзы у Рамазана Каразиева и Романа Николава.